Слово Александра Шишко По несколько раз в день Татьяна забегает в ветклинику, чтобы навестить свою кошку Двугодовалая Кася почти не двигается, вся в повязках после сложной операции уже второй за месяц Врачи уже каждый день уколы делают, уже жил места на себе нет В эту клинику хозяйка привезла домашнего питомца после того, как с кошкой поработал врач, вызванный через интернет Хозяйка уверена, Кася он не вылечил, а покалечил Сшитие одного органа с другим, грубо говоря Ну и соответственно разрыв вот этого мочеточника При этом сам доктор Артур Юмагулов уверял, что операция прошла успешно и выдал счет для оплаты Сумма хозяев повергла в шок Стоимость лечения 64 800 рублей Прослушать 800 рублей Измерить температуру 1000 рублей Потрогать животик 1000 рублей А осмотр это видимо просто посмотреть на кошку, сказать да у вас кошка Обзвонив знакомых, хозяева кошки поняли, что сумма завышена в 10 раз Ветеринар никакого официального пресс-листа не показал и на уступке идти отказался В итоге кошку удалось забрать только с полицией К сожалению в России у нас животных прав нет Животное как вещь, единственное, как его можно наказать, это за мошенничество А вот эта ветклиника, зоодрук, из которой приехал ветеринар, находится в подвале жилого дома Повсюду грязь, мусор, нет кассового аппарата Никаких документов, разрешающих ветеринарную деятельность, нам показать не смогли Я не имею права не показать Почему? Ну потому что вам надо прощаться к руководству Смотри, я сейчас донесу сюда, катаюсь, скажу, мне нужно поставить уколы Я хочу убедиться, что ваша клиника осуществляется Я не смогу, я говорю, предоставлю сейчас документы, вы сможете это решить завтра с руководителем Почему вы мне сейчас не хотите показать? Потому что я новый сотрудник, я не знаю, где они лежат Игорь Аскаров тоже обращался в эту клинику, чтобы спасти котенка, подобранного на улице Прибывший на дом врач сразу вызвал подозрения Предлагал сначала делать операцию дома, ну буквально на кухне Хозяева все-таки настояли на том, чтобы Моню увезли в клинику А документы тогда даже не думали проверить Врач уверял, что котенок вот-вот может умереть 15 тысяч за операцию, 4 тысячи включали себя в выезд Время уже было примерно час ночи Не спорить, не торговаться, особой возможности нет То есть как бы выгнать врача или вызывать другого Мы не могли, так что-то надо было помочь кошке Теперь Моне тоже нужна еще одна операция, чтобы исправить ошибки домашнего ветеринара А вот кассе в больнице нужно провести еще минимум неделю Никаких прогнозов ветеринары пока не дают Александр Шишко, Сергей Прозоров, Савелий Матюхин, Олег Добин Вести, Москва Савелий Матюхин, Олег Добин Савелий Матюхин Савелий Матюхин Савелий Матюхин Савелий Матюхин